Восточные красавицы, блогеры, кубанские казачки – все это участники областного конкурса «Уникальные мамы». Наша съемочная группа смогла убедиться, что можно быть хорошей хозяйкой, женой и при всем этом еще и вести активный образ жизни. В Дворце культуры имени Кирова креативные мамы представили творческие номера. За несколько минут каждая команда успевала рассказать о том, чем примечательна именно их семья. Сегодня у нас конкурс «Уникальные мамы». Конкурс проходит второй год подряд. Сегодня он собрал 8 участниц из Мурманска, Североморска, Гаджива, Полярного и Заозерска. Каждая участница выбрала образ, в котором чувствовать себя максимально комфортно. Поэтому во время шоу выступили и восточная красавица со своим шейхом, и лихой казак с кубанскими казачками. Марина Усова решила удивить зрителей ростовыми куклами и песней о своей семье. Жительница флотской столицы говорит, что даже если не станет победительницей конкурса, расстраиваться по этому поводу не будет. Я не расстроюсь, как бы это банально ни звучало. Главное – участие, а не победа. Это всё равно будет определённый плюсик в нашей семье, что мы ещё где-то участвовали, что мы ещё что-то научились делать. Допустим, я первый раз в ТикТок зашла благодаря этому конкурсу. Теперь оттуда меня не вытащить. Поддерживает уникальных мам во время выступлений, друзья, бабушки и дедушки. Ну а перед жюри стоит сложная задача – оценить справедливо и по достоинству каждую участницу. В прошлом году я всем ставила пятёрки, и в результате переполох возник в жюри. Все получили практически первые места, и очень трудно было выбрать. В этом году соперницы, не знаю, можно ли их так называть, они ещё серьёзнее. У одной барышни семь детей, и это уже, по-моему, заявка на победу – принимать участие в этом конкурсе. Трое детей, двое, ну и так вот по одному ребёночку. Поэтому как буду оценивать, пока ещё не знаю. Каждую семью организаторы конкурса отметили. И отобрали лучших мам в любопытных номинациях. Инстамама, супермама, чудо-мама и даже мама-двигатель. Субтитры создавал DimaTorzok